Здравствуйте! Честно говоря, вот это все санкционное противостояние, которое лишь продолжает набирать обороты, на мой взгляд, подошло уже к той черте, за которой... за которой очень, очень страшно. Вводили то одни, то другие санкции, постоянно их ужесточая, а что дальше? Дальше-то куда? Да. По сути дела остаются только лишь такие меры, которые, по сути дела, уничтожат всю мировую экономику. Оставят вместо нее какое-то пепелище. Нет, ну а что предлагается, да? Давайте будем вводить эмбарго на Россию полное, да? О последствиях? Ведь речь идет не о какой-то там КНДР, по всем уважении к КНДР. А о стране, огромнейшей, являющейся крупнейшим поставщиком стратегических ресурсов. Где их потом взять? Вы уберете с рынка одного из основных поставщиков, крупнейшего поставщика. Где их взять? Особенно Европе и Соединенным Штатам. А, взять в других странах? Хорошо, они возьмут. А, вы не думали, что там берут эти же самые ресурсы, например, Индия и Китай? То есть, а, они пусть постоят в сторонке, не будут, а как им развиваться? У них задача повышения уровня жизни собственного населения. Это будет угрожать уже их экономическим интересам, причем даже не просто экономическим интересам, а выживанию общества. Это что, получается, военные конфликты? Прямые военные столкновения? Уже вот на таком уровне? Или вы скажете, а что, ну они же, эти страны могут нарастить объемы производства, ну и все. А почему они сейчас этого не делают? Почему они раньше не наращивали? Чего они не наращивали раньше добычу какой-нибудь железной руды для того, чтобы потеснить своих конкурентов? А? Быть может, это не так просто? Быть может, это даже невозможно? Есть некие пределы физические. И в рамках вот этих пределов мы можем только лишь оперировать? Да бог с ним, с этими ресурсами, железом, сталью, нефтью, газом. Черт с ними! Это на самом деле второстепенные вещи. А Россия крупнейший поставщик, один из крупнейших поставщиков продуктов питания в мире. А в мире, напомню, по отчетам Международного Красного Креста, примерно миллиард человек ежегодно страдает от недоедания. И нескольких десятков миллионов человек напрямую голодают. Количество детей ежегодно умирающих от голода, извините меня, оно впечатляет, миллиард человек страдает от недоедания. Это каждый восьмой на земле, каждый восьмой. И вы хотите, предлагаете выкинуть с этого рынка одного из крупнейших поставщиков? Парни, парни, вы голодаете? Ничего, помрите с голоду во имя нашей свободы и справедливости. Отличная логика. То есть последствия будут такими, что... Но при этом, я так смотрю, никто останавливаться не хочет. Наши тоже молодцы, как говорится. Приняли закон о национализации. Он, конечно, это не значит, что мы напрямую всех национализируем. Давайте несколько просветим этот момент. Осветим его, точнее. Это решение о следующем. Если компания иностранная заявляет о своем уходе с российского рынка, то ее предприятие национализируется. Речь идет о тех предприятиях, в которых доли иностранных инвесторов не менее 25%. Речь идет о национализации их доли. Назначается внешнее управление арбитражное. То есть, по сути дела, как по процедуре банкротства. Формально, да, но по факту это не так. Это внешнее управление должно сохранить функционирование предприятия. Пусть даже под той же самой вывеской и так далее. А через некоторое время, сроки полгода, год, эти акции выставляются на продажу на внутреннем рынке, на бирже. При этом покупатели обязуются сохранить две трети рабочих мест. Это очень важный момент, о котором мы сегодня будем много говорить. И, соответственно, не продавать эти акции, тем более иностранным инвесторам, в течение определенного периода времени. Пока здесь вот этот момент несколько сыроват. То есть, какой-то конкретики по нему нет. При этом иностранным компаниям предлагается пятидневный срок передумать. То есть, изменить свое решение. Ну, в общем-то, это действительно уже национализация предприятий. Соединенные Штаты сразу же заявили, что будут вводиться ответные меры, какие пока непонятны. Именно из-за этого рынки сейчас несколько так вот затаились. Потому что, черт возьми, а что дальше-то будет? Как оно будет? Ну, во многом мера направлена, в первую очередь, конечно, на сохранение рабочих мест. Потому что безработица начала расти очень-очень быстро. Люди стали терять работу. Ну, и лишь во вторую очередь, это сохранение функционирования самих производств. И, конечно же, речь идет о дальнейшем функционировании экономики. В том числе, в первую очередь, потребительских товаров. И производства потребительских товаров. Потому что многие эти предприятия, они во многом были именно на это и направлены. Ответные меры будут. Безусловно. Ну, и понятное дело, что на этом фоне, когда речь уже идет буквально о... о грабеже средь бела дня, начали это европейцы. Ну, давайте называть вещи сами нами. Они первыми начали заморозить золотовалютные резервы. Значит, заморозили счета валютные у, так называемых, санкционных банков. И их активы заморозили. Начали отнимать имущество у граждан Российской Федерации. Ну, это грабеж. Понятное дело, что должна будет последовать ответная реакция. Вот она и последовала. Закон о национализации. Так что, противостояние лишь набирает обороты. Так что же у нас теперь происходит на этом фоне с рынками? Если мы посмотрим на евро... Вчера она, конечно, продемонстрировала отскок. Это реакция на решение Европейского Союза пока не вводить никакого запрета на импорт энергоносителей из России. Не более того. Мы видим, что уже сейчас дальше роста нет никакого. И даже есть некая попытка снижения. Ну, по крайней мере, намечается путь. Потому что принципиально эта картина не поменялась. Принципиально картина не поменялась. Ну, аналогичная ситуация с фунтом. Так что, в общем, зеркально практически. Масштабы, может быть, чуть разные. А речь идет все по-прежнему о все возрастающих рисках. В первую очередь экономических рисках для Европы. Которые, конечно же, провоцируют дальнейший отток капитала. И, соответственно, ослабление позиций европейских валют. Ну, и в том числе, конечно, дальнейшее ослабление их экономик. Это совершенно очевидно. Рубль. Тут, конечно, колбасит туда-сюда. И вот тут возникает такое ощущение, что мы пытаемся уйти к некому коридору. Потому что с 4 марта доллар прыгает в диапазоне 120-130. Обе попытки преодолеть отметку 130 завершалось молниеносным возвратом к отметке 120. И это несколько дней. Действительно, может прийти в голову мысль о том, что потенциал ослабления рубля во многом в некоторой степени исчерпнет. Потому что, а иначе-то почему мы дальше не идем? Я не думаю, что это именно так. Да, в некоторой степени, в отличие от евро, фунта и других валют, рубль подешевел очень сильно. То есть, гораздо сильнее, чем все остальные. Это совершенно очевидно. Соответственно, конечно же, существует факт его перепроданности. Вместе с тем, опять же, ситуация глобально особо не поменялась. Она остается неизменной. Она движется только в сторону ухудшения. И следствием этого ухудшения является постепенное укрепление доллара и ослабление всех остальных валют. Рубль здесь, наоборот, только лидеры этого процесса. Вот эти метания из стороны в сторону были связаны с некоторыми санкциями. Которые то ли вводили, то ли не вводили в последние дни. Возникает ощущение неопределенности. То есть, а дальше-то будет ужесточение? С одной стороны, здесь намек на то, что если дальнейшего ужесточения санкций не будет, все, рублю, дальше идти некуда. Он уже с запасом, скажем так. Здесь можно будет разговаривать о какой-то попытке движения вниз, то есть в сторону укрепления рубля. Тем не менее, рынок сейчас наверняка ждет лишь одного ответных действий Соединенных Штатов в отношении, конечно же, закона о национализации. Следовательно, все будет зависеть от того, какое решение будет принято. Какие меры будут объявлены. Судя по тому, как развивались события в предыдущие дни, речь будет идти действительно о каком-то ужесточении санкционного давления. Соответственно, мы достаточно оперативно вернемся к 130. И уже в зависимости от масштабов этих ужесточений, возможно, движение в направлении 140. После небольшой такой передышки. Я считаю подобный сценарий наиболее вероятным. Движение в сторону 110 на данный момент крайне маловероятно. Это то, что касается рубля. Бренд. Ну, бренд у нас после вчерашних скачков, ну там предыдущих дней, на фоне риска введения полного эмбарго, который не состоялось, конечно же, несколько отскочило, вернулось к отметке в 110. Но это опять же, как и в случае со всеми остальными инструментами, это временная передышка. Потому что, по большому счету, риски для рынка энергоносителей все еще сохраняются. Соединенные Штаты явно будут давить, в этом практически никто не сомневается, на Брюссель в отношении запрета на импорт нефти и газа. Сама Российская Федерация в лице министра энергетики уже оговорилась о том, что, да, ребята, если что, мы просто перекроем Северный поток 1. Все это повышенные риски, создающие все больше и больше напряженности. Следовательно, мы будем, конечно же, цены, наблюдать дальнейший рост цен. Я не сомневаюсь, что мы в ближайшее время преодолеем исторический максимум и уйдем там где-то за 150 долларов. Скажем так, я больше склонен к этой точке зрения. Золото. Ну, золото тут тоже интересно. Оно подошло практически вплотную к историческому максимуму, после чего отскочило. Здесь ситуация ровно то же самое. Здесь несколько вот это вот решение Европейского Союза по нефти и газу, оно дало хотя бы там пару дней передышки, то есть выдохнули. Самого страшного на тот момент, да, не случается. Ну, я подолагаю, что это не с горами на самом деле. Поэтому немножко отскочили. Риски сохраняются и они лишь возрастают. Глобальные риски становятся очень-очень высокими день ото дня. В подобных условиях, конечно же, все будут стараться перекладываться как раз в защитные активы, коим золото традиционно принято относить. Соответственно, мы лишь... Вот недавний подход к историческому максимуму, это была такая репетиция. Мы сейчас будем в ближайшее время преодолевать эту отметку и уходить к новому историческому максимуму. Вот в данный момент ситуация, картина выглядит примерно таким образом. Ну и понятное дело, что на фоне всех этих событий какая-то макроэкономическая статистика, там еще что-то не имеет вообще никакого значения. Так что, ну да, вот сегодня состоится заседание управления ЕЦБ. И кому-то это интересно, да и событие останется незамеченным. Тем более, что процентные ставки должны оставить неизменными. Однако, тут есть любопытный момент. Там потом будет пресс-конференция через 45 минут после оглашения итогов. И комментарии Кристин Лагард будут иметь достаточно серьезные долгосрочные последствия. Дело в том, что скорее всего, скорее всего, в условиях того, что происходит сейчас, ЕЦБ резко сменит риторику и заявит об увеличении программы количественного смягчения, которую до этого пытались сворачивать постепенно. Это означает сразу несколько вещей. Первое. Политика отрицательных процентных ставок затягивается вообще на неопределенный срок. Второе. Увеличение программы количественного смягчения будет иметь последствия для инфляции, потому что это будет способствовать нынешней ситуации паническому росту цены. Они и так растут очень сильно. Причем не только в Европе, по всему миру. Высокий рост инфляции приведет к снижению потребительской способности людей по всему миру. Она и так сейчас происходит, а этот процесс лишь усилится в таком случае. И последующий выход мировой экономики из текущей ситуации, он тоже растянется на неопределенный срок. То есть это угроза долгосрочной экономической депрессии. Так что тут все очень-очень печально может быть. Но еще раз говорю, это будет иметь долгосрочные последствия. То есть прямо здесь сейчас рынки на это вообще никак не отреагируют. Ну и понятное дело, что, например, инфляцию в Соединенных Штатах тоже рассматривать нет никакого смысла, потому что вырастет она с 7,5 до 7,9. Это данные за февраль. За февраль. То, что в марте будет хуже, совершенно очевидно. Давайте с вами посмотрим на что. Где у нас здесь? Надеюсь, они показывают текущие цены. Ну вот, да. Цена уже подскочила. Но это, опять же, на конец февраля, на февраль. 93 цента за литр. Если мы посмотрим, у нас бывали в 2008 году чуть выше. Уже на данный момент, на начало марта, цены выше 1 доллара. Бензин для Соединенных Штатов это тот продукт, который напрямую сказывается на очень многих вещах. Потому что люди преимущественно перемещаются на машинах. Конечно, это сейчас не тот автопарк, что был там в 70-е, 80-е, когда катались эти авианосцы, которые поедали столько бензина, что это ужас какой-то. Сейчас это более экономные машины, но тем не менее все равно. Плюс в семьях в Америке обычно по две машины. То есть надо каждую заправлять. Ситуация для потребителя тоже, опять же, не очень приятная. Да, в 2008 году тогда цены подскочили, но обратите внимание, как они быстро потом опустились. Потом они еще, конечно, пытались подскакивать чуть выше 1 доллара. Но долгое время цены находились в районе 60 центов. Сейчас они подскакивают выше. И, судя по всему, на конец марта цены будут выше, чем даже в 2008 году. Совершенно очевидно, что инфляция будет расти и дальше. И как на это будет действовать потом Федеральная резервная система, пока непонятно. И тут мы как раз подходим к этому вопросу, о том, что значит ФРС не будет повышать процентные ставки. Но когда говорится о процентных ставках, имеется в виду, конечно, ставка рефинансирования и прочие ставки, которые устанавливает Центральный банк. ФРС – это и есть Центральный банк. И речь идет о том, что даже Джон Пауэлл уже прямым текстом буквально заявлял, что в марте будет повышена ставка рефинансирования. То есть с текущих 0,25% до 0,5%. Однако события сейчас разворачиваются столь стремительно. Ситуация действительно меняется, причем в худшую сторону исключительно. Буквально там по несколько раз на дню. И тут уже нельзя исключать того, что ФРС не просто отложит решение о повышении ставки рефинансирования, но даже объявит о увеличении программы количественного смягчения. Тем более, что Соединенным Штатам такой вот уверенный, непрекращающийся рост доллара за столь короткий промежуток времени тоже, в общем-то, оказывает не самую лучшую услугу. Потому что это повышает стоимость американских товаров. А, соответственно, импортные товары, особенно китайские товары, на американском рынке становятся более конкурентоспособны. Это наносит, так или иначе, ущерб американскому бизнесу. Просто уже с другой стороны. И эту ситуацию тоже надо пытаться сейчас как-то выровнять. Нет ничего страшного, что курс там национальной валюты как-то поменялся достаточно заметно, если это растянуто во времени. А если так вот, хоп, случилось, о, вот тут уже начинаются проблемы. А сейчас происходит ровно это. То есть, с одной стороны, кажется, ты смотришь на графики, и у тебя возникает то ощущение, что вау, доллар там растет, для него все хорошо. Но если посмотреть на этот вопрос с несколькой другой стороны, то там есть негативная сторона. Причем очень-очень такая серьезная для американской экономики. Безусловно, сейчас вегетарианная реализированная система будет заниматься этим вопросом. Но это было бы странно, если бы они не занимались. Если они не будут этим заниматься, я очень сильно удивлюсь, как говорится. Потому что повышение ставки рефинансирования в Соединенных Штатах лишь усилит те тенденции, которые мы сейчас наблюдаем. И темпы роста доллара, ну скажем так, лишь ускорятся. И мы увидим совершенно другие котировки. Здесь будет по евро, это ни в коей мере никакие там не 1.08. Даже, нет, ближе к 1.05. По фунту это движение будет там в направлении четко в сторону 1.25. На других валютах и на рублей тоже скажется, между прочим. Поэтому здесь надо будет смотреть за ситуацией. Вот заседание ФРС действительно имеющее значение. А евро, то есть Европейскому Центральному Банку, наоборот, действительно в нынешней ситуации даже, наверное, надо ускорить процесс ослабления и девальвации евро. Потому что ответные санкции страны России наносят действительно серьезный ущерб европейским компаниям. Причем тут еще вопрос, кому больше, европейским или российским, как говорится. Все эти санкции имеются в виду. Явный процесс по национализации, в первую очередь европейских предприятий, еще больше нанесет удар по европейским компаниям. И им сейчас надо как-то попытаться залатать эти дыры. Надо попытаться выходить на другие рынки, пытаться уже сейчас диверсифицировать тот рынок, с которого пришлось уйти. То есть, иметь в виду компенсировать эти потери. Это можно вот прямо сейчас в моменте сделать только лишь за счет достаточно сильной девальвации евро. Поэтому я практически не сомневаюсь, что Европейский Центральный Банк сегодня объявит о расширении программы количества смещения. Ну, посмотрим, как говорится. Мы все увидим. Что у нас дальше? О валютах-убежищах. Вот, да. Швейцарский франк и японская иена. Как данные пары получили свои статусы? Ну, с швейцарским франком все очень просто. В течение 19 века Швейцария превратилась в место хранения. То есть, такой безопасный островок, где можно было спрятать те накопления, наворованные, скажем так, за бурную первую половину 19 века. Потому что Европа там всю первую половину просто бурлила, как не знамо что. Там бесконечные какие-то революции, войны, какие-то войска туда-сюда ходят и так далее. Разрушение, потом опять какие-то революции, бывших правителей из окон выбрасывают или на гильотину отправляют, имущество их отнимают, естественно, и так далее. Это непрекращающийся процесс. Он длился несколько десятилетий. И посреди всего этого хаоса оставалась только и Швейцария. Нищая, никому не нужная. И в этот момент она как раз стала очень нужной, потому что там можно было спрятать деньги. И плюс Швейцария выполняла роль Хаба. Это страна, где есть немцы, французы, итальянцы. А Франция в 19 веке, да, это уже не та Франция, что была в 18 веке, то есть не та глобальная империя. Империя чуть поменьше. На первое место вышла Британская империя, но все равно это такой мастодонт с гигантским количеством колоний, огромные ресурсы стекающиеся. Германия тоже постепенно выходила на какие-то там рынки и колонии, там в Африку, например, проникала. Италия имела свои выходы на север Африки. И, соответственно, гигантские богатства стекались во все эти страны, а они постоянно как-то на ножах были, особенно Франция и Германия. И Швейцария помогала наладить этот контакт. Ну, например, швейцарский шоколад. Ну, это же прекрасно. В Швейцарии у нас вот прям вот там такие плантации какао-бобов. Ну, ой. Вот выходит, что прям сразу в них упираешься. А откуда здесь этот шоколад? Откуда все это какао поступает? Из Германии. А в Германии тоже, что ли, там есть какие-то плантации? Я вот что-то как-то не припомню, если честно. Нет, конечно же, Германия получала это через свои, скажем так, колонии отчасти и отчасти от своих торговых представительств в ряде стран. Соответственно, Германия получала этот, имела эти плантации какао-бобов. Шоколад-то продавать хочется, а богатая страна рядом Франция. Как туда продать? Ага. Открывают Швейцарию фирму. Она получает сырье от нас, перерабатывают его в эти замечательные шоколадки, и мы продаем это во Францию. Французы, их национальная гордость не оскорблена, они не покупают какие-то немецкие товары, они покупают благородные швейцарские. О, схема. В обратную сторону он работал точно так же. И за счет этого, и за счет того, что Швейцария оставалась в таком остром стабильности даже в годы Второй мировой войны, швейцарский франк приобрел свой, ну, то есть, заработал свой статус, что да, вот оно. Сейчас этот статус теряется. В частности, то, о чем так радостно рапортовал Джозеф Байден, что даже Швейцария поддержала санкции в отношении России, это, ну, в общем-то, чао, как говорится. Потому что единственное, что поддерживала во многом Швейцарию, это ее статус нейтральный, это ее нейтральный статус и доверие как к надежному банку. Все. Она потеряла статус, она потеряла свой нейтральный статус. А, следовательно, теперь есть риски того, что там, как и в Европе сейчас, тоже будут отнимать имущество и деньги. Ну, все, да, этот статус будет постепенно теперь уходить на нету. С иеной ситуация немного другая. Она в некоторой степени носит еще и психологический фактор. Смотрите. Вот мы видим иену, да, вроде бы она сейчас вот дешевеет. Не так сильно, конечно, но дешевеет. Давайте посмотрим вот так вот. Вот. Это график 1971 года. Мы видим, да, насколько стремительно, да, вплоть до, там, середины 90-х иена исключительно росла. То есть укреплялась по отношению к доллару, потому что здесь доллар-иена. При этом за это время, ну, получается, за сколько у нас там, за 20 с небольшим лет, иена практически укрепилась более чем, ну, да, более чем в два раза. С чем это было связано? На самом деле процесс даже еще больше, да, то есть этот процесс начался даже раньше, постепенно. Дело в том, что Япония, когда выходила из послевоенного кризиса, надо было как-то восстанавливать экономику. Поэтому она изначально сделала ставку на американские и европейские рынки, которые для нее открыли Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты по факту просто открыли рынок для японских товаров, для того, чтобы японская экономика смогла восстановиться. На то были определенные причины, зачем так было сделано и так далее. Мы сейчас не об этом. Просто имеет место быть такой факт. Японское правительство изначально установило крайне низкий курс иены, просто специально заниженный, для того, чтобы создать дополнительные преимущества, конкурентные для собственных производств. Тем более, что в послевоенные годы японское общество было готово работать даже, ну, просто за, там, миску риса, условно говоря. То есть можно было еще экономить на рабочей силе. Соответственно, вам не нужно было получать какую-то дополнительную сверхприбыль, для того, чтобы еще оплачивать высокую рабочую, ну, дорогостоящую рабочую силу. Но Япония тут же попала в определенную ловушку. Она перманентно имеет профицит платежного баланса. То есть поток валюты идет исключительно в Японию. Благодаря этому Япония, конечно, построила достаточно серьезную промышленность, но даже я бы не сказал, построила, восстановила. Промышленность Японии была и до войны, да, достаточно серьезная тоже. И те же самые многие автомобили, которые, автомобильные марки, которые мы сейчас знаем, они и до войны выпускались. Смогла достаточно быстро восстановить свою экономику благодаря этому. Но это одновременно создавало перманентный процесс укрепления иены. Само японское правительство, потому что это дисбаланс должен был выправиться. Само японское правительство и Банк Японии вплоть до начала 70-х принимало меры по сдерживанию этого процесса. То есть удерживало курс иены искусственно заниженным. Но в 70-е годы пришел Никсон и объявил о новом экономическом курсе, по которому он просто обязал европейцев и японцев револьвировать собственной национальной валютой. Говорит, ребят, либо это вы делаете, либо я закрываю для вас рынки. А американский рынок в то время все еще был крупнейшим рынком сбыта в мире. И он таковым будет еще оставаться почти 50 лет. Чуть меньше 50 лет. Только лишь недавно китайский рынок, в общем-то, по своим объемам превзошел, внутренний потребительский китайский рынок превзошел американский. То есть, как мы видим, тут еще долго тянулась вся эта история. Поэтому, естественно, все были вынуждены на это пойти. Ряд ограничений был снят, и иена стала активно расти. И тут сработала психология. Как вы смотрите, иена перманентно укрепляется. Точно, в ней надо держать сбережения, она растет. Точно, точно. И это усилило процесс. И сделало его невероятно устойчивым в долгосрочной перспективе, что мы и наблюдали. Даже уже в нулевые годы, в десятые, иена периодически демонстрировала уверенную тенденцию в сторону дальнейшего укрепления. То есть, этот процесс все еще продолжается. Потому что за те годы, что иена постоянно укреплялась, создалось впечатление, что это естественный процесс для иены. Хотя, банально, это выравнивание того дисбаланса, который был изначально. И, соответственно, иена приобрела вот такой образ, постоянно растущий и, значит, надежной валютой. В ней можно держать, выгодно держать свои сбережения. Тут, правда, возникает вопрос. А не перекупленная иена на данный момент, не ушли ли мы ниже той планки, которая является равновесной для иены? Вполне возможно, вопрос действительно открытый. Пока об этом судить сложно. Тем не менее, тем более, что в последние десятилетия, пару десятков лет, по большому счету, иена во многом сохраняет определенную стабильность. Просто надо понимать, что когда у вас в среднем курс где-то в районе 100, 110 в течение пары лет, это, ну да, вроде бы выглядит изнушительно. Но, по большому счету, это 10%. Там евро может больше продемонстрировать движение за те же самые 2-3 года. То есть, тут все-таки, вот, за счет этого масштаба, самой цены, волатильность получается не такой уж и чрезмерно сильной. Будет ли иена дальше сохранять этот статус? Маловероятно, потому что иена, конечно же, имела огромное значение для Азии долгое время, потому что именно на иену можно было купить все, что нужно. Станки, машины, там еще что-то и так далее. И в основном все страны Юго-Восточной Азии были экономически привязаны торгово, привязаны именно к Японии. Сейчас они все привязаны к Китаю. И это юань, на который вы можете купить станки, там, машины, телефоны и так далее. Более того, на юане можно купить самолеты, что вы не сможете сделать на иену. На юане можно купить военную технику, что вы не сможете сделать за иену. За юаней можно сделать такие вещи и приобрести то, чего нельзя купить за иену. То есть, и юань выглядит привлекательнее. Совершенно очевидно. Конечно, с юанем есть проблема. Это сопротивление самого банка Китая и правительства Китая по превращению юаня именно непосредственно в резервную валюту. И плюс второй момент. Это, на самом деле, элемент этого сопротивления. Жесткое регулирование курса юаня со стороны банка Китая. Что, конечно же, отталкивает инвесторов от полноценного, ну, такого активной скупки юаней и удержанию резервов и каких-то сбережений именно в этой валюте. Но, тем не менее, процесс, он как бы движется в эту сторону. И вот, когда этот переход совершится, что будет с иеной? Вполне возможно, она будет дешеветь. Куда она уйдет на этом? 200? Пока сложно судить. Но, по крайней мере, уже такие среднесрочные перспективы по иене, да, они больше в сторону, конечно же, ослабления. Ну, и к тому же, даже сейчас мы наблюдаем, что иена, в общем-то, тоже как-то себя ведет. Она тоже дешевеет. Не так, как другие валюты, понятное дело. Но тут тенденция тоже прослеживается. Так, ну, а под предыдущим видео, которое касалось такого общего рассмотрения, это было, скажем так, высказывание просто мысли определенного. Не судите строго, как говорится, относительно ухода различных компаний с российского рынка. Ну, давайте по порядку, да, вот, все-таки разберем этот политический момент, потому что он сейчас, политика присутствует везде. Плохое правительство, его нужно заменить. Да, этот подтекст, он прослеживается, а некоторые озвучивают его напрямую. По факту, ну, давайте не буду я вот это комментировать, по большому счету, примерно да, по большому счету, да, примерно да, просто другим методом. Просто давайте еще раз оговоримся. Я воспринимаю мое отношение к государственным институтам, оно не отличается от страны. Да, мне без разницы, это министерство в России или министерство в Соединенных Штатах Америки, они везде одинаковые. Потому что, по большому счету, да, любое государство, любое, да, абсолютно любое, возьмите, имеет все признаки, ну, скажем так, организованной преступной группировки. Это не значит, что государство это вот то, что надо немедленно от этого избавиться. Я перефразирую здесь Мэнсона Черчилля, потом и скажу следующее. Государство это самое худшее, самое ужасное форма организации общества, если не считать всех прочих. Вот. Чтобы мы закрыли этот момент. Идем дальше. Почему они уходят? Чтобы не выделяться на фоне других, потому как есть некоторые акции бойкота, все гораздо прозаичнее. Это статья в Ле Фигаро, которая вышла совсем недавно, это интервью с журналисткой самого Ле Фигаро, Анде Женье, которая недавно написала книгу исследования относительно идеологии вакизма, так называемого. У нас в стране этот термин пока не прижился, мы не понимаем, что это такое, большинство не знает. Суть в том, что борьба за права всевозможных меньшинств и выставление ее как лейтмотив любых действий и движущую силу принятия решений, в том числе на корпоративном уровне, превратилась действительно уже в некую идеологию. И крайне сильно проникла в американские корпорации. Для многих американских корпораций это стало буквально религией. Они руководствуются этим. Учитывая масштабы американских компаний и масштабы американской экономики, это безусловно начинает расползаться через бизнес, учитывая, что это проникло непосредственно в управление американских корпораций, в другие страны. Через взаимодействие с американскими компаниями, через то, что люди нанимаются и работают прямо в американских компаниях в тех или иных странах, а им продвигают эту идеологию, эту концепцию. И она становится руководящей при принятии решений, образе поведения, образе мыслей и так далее. Просто это надо принимать как факт, что вот оно так сейчас устроено. Проблема же заключается в том, что экономическая целесообразность начинает подменяться политическими мотивами, скажем так. Как правильно по этому поводу выразился британский социолог и политолог Колин Крауч, вот есть интересная его книга «Как сделать капитализм, приемлемый для общества». Не бесспорная работа, но мысль достаточно интересная. Это не что иное, как маркетизация экономики. Что в данном случае подразумевается под маркетизацией экономики? Это означает, что экономическая целесообразность и суть того, что вы делаете, то есть содержание товара, услуги, подменяется тем, как это выглядит. Оно выходит на первый план и становится основополагающим. Де-факто, по сути дела, тот же самый Крауч напрямую высказывает мысль о том, что, даже не мысль, а обвинение, о том, что глобальные корпорации сами превращаются за счет этого в акторов политического процесса. Они перестают выполнять экономическую функцию, начинают выполнять функцию политическую за счет вот этого перехода. Опять же, идеологического. Он носит сугубо популистский характер. Нет, я не говорю о том, что, ребята, давайте не будем давать равные права и признавать различные сексуальные меньшинства, условно говоря. Но речь о другом. Это становится основополагающей задачей. То есть, в первую очередь, мы решаем только это. Обратите внимание, есть меньшинства, их мало, а есть все остальные, большинство. Но мы заявим о том, что мы помогаем меньшинствам и будем кричать только про то, какие мы хорошие. На это меньшинство нужно потратить меньше ресурсов, чем на это большинство. Мы затрачиваем меньше ресурсов и выглядим офигительно красивыми. И у нас все прекрасно получается. В политике уже так происходит. Корпорации делают ровно то же самое. Но, когда вы находитесь перманентно в этой парадигме, вы начинаете мыслить именно политическими категориями, оторванными от реальности. И, соответственно, для вас политическая целесообразность и то, как вы выглядите, имеет первостепенное значение. Спрашивается, но это же тогда нанесет ущерб бизнесу, а он будет убыточен. Вроде бы да, так и должно происходить. Беда в том, что мы не видим в мире реальной конкуренции. По факту в мире у нас олигополия. То есть в каждой отрасли есть несколько очень крупных компаний, которые суммарно настолько масштабны, что занимают практически весь рынок, охватывают. И потребитель вынужден, у него нет другого выхода, кроме как покупать их продукцию или пользоваться их услугами. Нет альтернативы. А все эти корпорации ведут себя ровно одинаково. Они друг с другом конкурируют тем, кто лучше чьи-то права защищает. Кто лучше борется за некую справедливость, а не качеством товара. И новыми типами товаров. Не-не-не-не-не-не-не. Вообще не про это. Потому что так дешевле. Меньше затрат, больше бонуса. И вот эти менеджеры, руководители, находящиеся в этой парадигме, они уже не умеют думать по-другому. Это не значит, что они какие-то глупые, неправильные, там еще что-то. Нет. У них образ мыслей, принятия решений, он основывается на определенной диалоге. Они мыслят в рамках нее. И в рамках этой идеологии они вынуждены принимать такие решения, которые наносят им сейчас экономический ущерб. Именно поэтому они все и уходят. Вернуться потом им будет сложно. Но в рамках этой парадигмы вы об этом не думаете. Зачем? Вот так вот это выглядит. Надеюсь, достаточно ясно я обрисовал эту картину. Что ж, на этом у меня на данный момент все. Я еще планирую сегодня подготовить материал отдельно по более подробно относительно санкций, ну точнее законов о национализации и в первую очередь разобрать ситуацию на рынке труда в России. Какая она сейчас и к чему она движется. А на этом я с вами пока прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, то, конечно же, пишите, задавайте, не стесняйтесь. Обязательно это делайте. Я же желаю вам удачи, мира самое главное. И, как говорится, до новых встреч.